У каждого учителя своя группа поддержки. За любимого педагога болеют его же ученики. Уже на первом круге определились фавориты, но особые переживания у воспитанников вызывают те спортсмены, которым только предстоит бежать. Мы ведем здоровый образ жизни, мы должны за них участвовать. Они уже пожилые, как они будут бегать. Но в своих силах Надежда Есина уверена, как никогда. В свои 57 лет учитель физкультуры двигается все так же с необыкновенной легкостью и выполняет сложные упражнения. А вот Анатолию Андрееву выступать в роли легкоатлета приходится впервой. Для того, чтобы защитить спортивную честь школы, учителю по музыке пришлось на время оставить репетиции. Так получилось, что люблю спорт и доверяют, наверное. Почти каждое образовательное учреждение области представило своего участника. В итоге на беговую дорожку вышли более 200 учителей. Но даже столь массовое отсутствие педагогов на учебном расписании в школах и училищах обещают никак не отразиться. У нас взаимозаменяемость. Всегда рады друг друга поддержать, помочь, потому что это благое дело. Учительский кросс в области проводится впервые. Его организаторы надеются, что собираться такой дружной спортивной компанией будут и дальше. Ну а лучших педагогов-бегунов наградили сегодня грамотами и призами. Екатерина Тихоненко, Илья Схаялин. Наше время.